На год раньше срока в Самаре открыли участок автомобильной дороги на пересечении Новосадовой и Советской армии. По словам губернатора, открывать важные объекты раньше срока для региона стало доброй традицией. Раньше запланированного времени начали движение через реку Самара, на год раньше построили мост через реку Сок. Раньше срока открыли дворец спорта, а теперь запустили движение по развязке на Новосадовой, открытие которой было запланировано на декабрь 2023 года. Мы мобилизуемся по важнейшим направлениям, мы добиваемся поддержки на федеральном уровне, как произошло и по этой важнейшей развязке не только для Самары, но и для всей области. И концентрируем свои усилия. Есть четкий план организации работ, мы всегда понимаем, где можем сэкономить дополнительное время для того, чтобы запараллелить процессы, для того, чтобы приблизить этот день открытия развязки. Больше, чем на год мы сэкономили время. А что это? Это удобство и комфорт, это меньше выхлопных газов, это сэкономленное время в пробках, которые можно провести своими родными и близкими людьми. А можно, конечно же, потратить с удовольствием, я надеюсь, на важные для нашей страны и добрые дела. Церемония открытия прошла в формате телемоста с площадкой «Казань-экспо». В Татарстане также в этот день открыли две дороги – подъезд к аэропорту Казань и участок автомобильной дороги Р-239, Казань, Оренбург, Акбулак и граница с Республикой Казахстан. Разрешение единовременно открыть движение по всем участкам автомобильных дорог в Казани и в Самаре дал Марат Хуснулин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. «Уважаемый Марат Шакерзянович, уважаемые гости, приглашаем вас дать старт движению по участкам автомобильных дорог, нажав на интерактивную кнопку». «Все, поехали!» «Движение по обновленным участкам открыто!» Одновременно с нажатием кнопки на всех объектах начали движение грузовые автомобили, украшенные российскими флагами. После чего транспортную развязку открыли для всех автомобилистов. Для многих из них такой поворот событий оказался приятной неожиданностью. «Неожиданно, очень хорошо. Да, я здесь живу недалеко, часто пользуюсь. Удобства были, но терпеть это время надо было потерпеть, но сейчас, я думаю, вообще будет шикарно». «Здорово, отлично, молодцы. Красота, во-первых. Во-вторых, настолько привыкли к объездой, что было удивительно, что едешь по большой, широкой европейской трассе. Очень приятно». «Такая гордость за нашу страну, за такие короткие строки, настолько хорошо все сделали». На церемонии открытия присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, руководители и сотрудники строительной фирмы, которая проводила работы. Шестерых отличившихся наградил губернатор Дмитрий Азаров. Одному из них он присвоил почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области». Остальным вручил почетные грамоты и благодарности. В этом году в общей сложности в Самарской области отремонтируют 600 километров муниципальных и региональных дорог. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.